Ну, конечно, это была моя попытка тоже приобщиться к какому-то актуальному искусству, сделать видео. Я благодаря этому, кстати, написала несколько картин, потому что я представляла себе, когда мне Айдан предложила у неё выставиться, я посмотрела на пространство галереи, меня сразу представило, что нужно сделать что-то в центре. Я такую хотела сделать развернутую большую избушку с какими-то закоулками, где висели бы картинки. Но, конечно, слава богу, что я это не сделала, потому что это глупость совмещать живопись с видео, просто даже потому что это невозможно осветить, картинки нужны в свету, а для видео нужна темнота. Ну, вот поэтому отмела это и решила сделать эти окошки. Тоже вот хотелось передать вот это ощущение дня, вот такого вот длинного бесконечного дня, вот как у нас вчера было, когда мы поехали на Аку туда-сюда. Да, вот здесь хотелось тоже вот этого длинного-длинного дня, одного дня, там, 2000, там, какой-то он-то был, 7-й, 8-й, ну вот, чтобы он такой остался, остался вот этот вечер неторопливый, когда ты возвращаешься там из Ченцова по длинной дороге, там же всё конкретное. Ну, конкретно для меня, но это должно быть для каждого человека вот свой такой длинный вечер, который там никогда не кончается, пока не зайдёт солнце. И вот этот вот томительный солнечный день, когда девочка, девушка там сидит, греется на солнце, чтобы было ощущение, опять же, длинного-длинного дня, когда идёт солнце, когда ты влезаешь в воду, вылезаешь из неё, такое вот наслаждение чувственное. А эта героиня так мало живёт здесь, да? Ой, героиня у меня совершенно потрясающая, Саш, ты её не видел, надо её просто пригласить. Может быть, она что-нибудь рассказала бы как-то. Да, о чём ты говоришь, эта героиня, это крупный учёный, молодой, гениально, она на последние месяцы беременности, она собирается сейчас рожать ребёнка. Давай её позовём, конечно, можно её позвать. Надюшка у нас, во-первых, совершенно изумительно всё рассказывает. Она такие вещи рассказывает, что это просто она как шахерезада. Мы сидели две ночи до трёх часов и слушали, как она рассказывает о проблемах лечения рака. У неё просто это защита её диссертации. Нет, наверное, что первая после аспирадуры – это не диссертация. Ну, в общем, научная работа её, про все свои опыты, по опыту в других странах, про какие у неё друзья. Ты знаешь, я же не часто общаюсь с научной молодёжью. И тут она вот про Сколково, как она вот попала в этот, как это, молодёжный резерв, или там, ну, вот как отобрали нескольких учёных, молодых учёных, что они будут в резервах Сколково. Это страшно интересно, в чём она. Потом она какие-то рассказывала проблемы, там, я не знаю, коммунальные проблемы. Тоже я никогда в жизни не знала, сколько вообще нужно заплатить судьям, или сколько надо заплатить адвокатам, чтобы добиться правды, когда ты совершенно чётко прав. Но, оказывается, ты за это должен много-много заплатить. Так что на меня просто просветила во многих жизненных вопросах. Продолжение следует...